Мы устанавливаем, у нас есть прицел. Очередная теоретическая подготовка в военно-патриотическом клубе «Каскад». Именно с этого начинается каждое занятие. Старейший клуб этого направления в Старомосколе за 18 лет руководство. Роман Волобоев воспитал не одно поколение детей, многие из которых вследствие стали воинами. Этот год тоже стал в каком-то смысле успешным. «Каскад» выиграл одно из главных соревнований области – слёт военно-патриотических клубов поколения. «Последний день у нас такой он был знаковый, потому что три команды шли очень близко. Губкин, Старооскол и Волоконовка. И вот как бы очень сильно. И на плавание ребята наши взяли второе вроде место. И по всей этой сумме мы прям вылезли на первое место». По совокупности всех успехов, побед, участия в мероприятиях и подготовке «Каскад» также был удостоен ежегодной премии Ватутина. Это, конечно же, почётно и очень приятно. «За патриотическую работу, по итогам работы клуба мы выиграли премию Ватутина. Награждение было у нас в Диораме в Белгороде. Представитель наш, Никита наш ездил. И с ним ребята ездили на вручение. То есть мы подали документы, подали ксерокопии грамот за последнее время. И рассматривалось несколько таких, возможно, много народу было. И уже прошёл первая часть, и потом из нескольких финалистов уже выбирали, кто достойный. Ну вот в этом году посчитали, что мы достойны по итогам нашей работы». «У нас отличный руководитель, хорошая команда помощников, неплохая база. Однако любая деятельность, а тем более военно-патриотическая, требует постоянного внимания. Сегодня это вопрос вообще выживания государства. Поскольку Роман Волобоев сам десантник и клуб наш имеет соответствующее направление, нашим будущим защитникам просто необходима постоянная практика. В том числе и в виде прыжков с парашютом. Этому не научишь исключительно в теории. «Нам год давали на военный клуб, нам давали 100 с лишним прыжков. 100 с лишним. Сегодня город нам даёт 18. Вот 100, ну там 10, или 118 грубо, и 18. То есть ездил он в Севастополь, брал он автомат в боевой там, и не берёт он автомат, и не ездит он в Севастополь». Реалии сегодняшнего дня поменялись, изменилось и поколение. Дети, по словам Романа, сегодня гораздо мягче, и им требуется больше комфорта. Нужно выезжать, обязательно показывать армейский быт. Ребята должны попробовать и почувствовать на себе то, с чем им придётся столкнуться в армии. «Честно я скажу, я с военным клубом, с каскадом, ездили мы 8 раз. Ну, как бы я их возил 7 раз, а так 8 раз мы ездили в подшифтную часть, в Севастополь. То есть были возможности у города нас туда отправить. То есть были возможности даже части помочь и нас отправить. То есть ребята туда приезжали, знакомили с жизнью части, жили, видели, общались с морячками. И очень большое количество экскурсий было. То есть определённое такое вот у нас время, мы обязательно ездили туда. То есть, а ты приезжаешь, видишь быт, ты понимаешь для себя, когда ты пойдёшь, что это будет. Сейчас такого нет. Всё должно быть ровно наоборот. Военно-патриотические клубы должны твёрдо стоять на ногах и иметь возможность развиваться. Это не та статья расходов, на которой можно экономить и, конечно же, беречь кадры. Сегодня в Старом Осколе это наше всё. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok